Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас небольшая экскурсия по нашему деревенскому участку. Напомню, мы его купили в начале апреля, высадили небольшую часть виноградника, высадили виноградную школку, кое-что сделали по хозяйству. Я вам показывала, как он был изначально запущенный с огромной травой. Но вот покажу, что мы сделали к этому моменту к концу июля. Вот так у нас хорошо растет виноградная школка. Школку я показывала в отдельном ролике, поэтому детально останавливаться не буду. У вас может возникнуть вопрос, что же вот это? Когда я вам показывала, как мы запахивали школку, тут часть была огорода, а часть была вот такой дернины. И, конечно, дернину на самом деле пахать очень тяжело. Какую технику бы мы не использовали, все эти фрезы, все это классно, но, тем не менее, все равно остается много сорняков, много корней. Ну и это достаточно тяжело все это привести в нормальный вид. И мы решили себе облегчить. Здесь школка будет расширяться, и мы ведем определенную подготовительную работу. А поскольку участок у нас достаточно большой и травы много, то что мы делаем? Нам по наследству в сараях досталось очень много картона. Вот обычного такого, без красок, без ничего, картона, картонных коробок. И мы укладываем на траву вот этот самый картон, а потом укладываем саму скошенную траву. Конечно, вы можете заметить, что где-то начинает что-то пробиваться. Ну, конечно, начинает пробиваться, потому что слой травы на самом деле не очень толстый. Но, тем не менее, вот в этой части травы, сорняков и всего остального будет гораздо меньше, сейчас покажу, что это было, чем если бы мы пахали вот такую землю. Поэтому мы таким образом облегчаем себе труд на будущее. Пока я вам рассказывала, прилетел большой, это, наверное, лесной голубь. Вот там у них яблони гнездо. Плохо видно, листики закрывают, но они регулярно сюда прилетают и свили там такое уютное гнездышко. Здесь у нас такой импровизированный огородик, огороженный. Почему огороженный? Дело в том, что само ограждение нашего участка очень старое, забор есть местами, а на сегодняшний день сделать забор на весь участок для нас не представляется возможным. А поскольку здесь ходят соседские куры с самопасом, то куры для огорода, ну, это большое наказание и большая беда. И поэтому, чтобы немножко уберечь свое хозяйство, мы сделали вот такую вот импровизированную загородочку. Хотя вот теперь видно, что там дальше тоже часть участка отгорожена. Но мы ее сделали позже. Сначала мы оградили хотя бы вот наши минимальные посадки, чтобы куры сюда не лезли. Но потом, когда поставили там, такое же импровизированное ограждение, это снимать уже не стали. Ну, здесь у нас уже почти возле лук, скоро можно выбирать. Есть картошка самосейка. Там у нас огурчики и помидорчики. И чтобы облегчить себе труд, я максимально все мульчировала. Поскольку в сараях у нас лежала старая солома, не знаю с какого года, вся эта солома ушла сюда на грядки. Да, конечно, кое-где травка пробивается, но вырвать ее и избавиться от нее на самом деле гораздо проще. И уход вот за этим огородиком у меня, в общем-то, минимальный. Помидорчики вот у меня открыты грунт. И надо сказать, что плодоносить они начали ровненько в тот же срок, когда начали давать урожай и помидорчики в теплице на втором участке. Единственное, там может быть трещинки. Немножко я забыла полив и перелила. Поэтому кое-что чуть потрещало, но это не страшно. Нам хватит. Огурчики тоже очень плохо у меня всходили огурцы. И как-то я печалила, что их совсем мало. Но теперь их много. Только собирать, собирать, собирать и закатывать. И еще кто-то из вас как-то спрашивал, как я борюсь со слизнями и борюсь ли я в принципе с ними. Что касается слизней, на этом участке их невероятное множество. От очень маленьких до очень-очень крупных. Просто бери на сковородку и жарь. Дело в том, что здесь недалеко речка. И, наверное, из-за этого слизней здесь невероятное количество. Но я с ними особо не борюсь. Сейчас, особо когда дождей тех же нету, сверху на соломе сухо, они сидят под соломой. Ну, сидят себе там внутри где-то и сидят. Повреждений глобальных. Вот на огурцах я от них не заметила. Наверное, только один раз или два нашла два огурчика покусанных. И все. То есть так, чтобы сильно они мне какой-то вред наносили? Нет. Но немножко все-таки я, конечно, какие-то действия предпринимаю. Смотрите, на листьях вот сейчас видно что-то серое. Это табачная пыль. Табачная пыль с горчицей. Вот я рассыпала. Где-то попала на листья. Ничего страшного. Можно веничком пройти все это, чуть-чуть смахнуть. Ну и все. Это единственный способ борьбы, который я предпринимаю. Где-то тут живут ежики, наверное, они, может, немножко этих слизней подъедают. Очень много жаб. Жабы тоже поедают слизней. Так что, в общем-то, все само собой регулируется. Ну, вот так вот чуть-чуть посыпала. От табачной пыли. И пока что этого достаточно. Конечно, хочется немножко красоты. Вот возле дома у меня гладиолусы. Тоже замульчированы. Здесь замульчированы опилками. И пока еще не было ограждения. Сюда, конечно, влезли куры. Очень сильно мне все повредили. Ну, теперь куры сюда не приходят. Гладиолусы достаточно неплохо растут. Будем надеяться, что скоро зацветут. Когда я показывала первый раз участок, вы спрашивали, есть ли вода. Да, вода была. И она была вот там, в далеком сарае. От дома до этого сара, ну, наверное, почти метров пятьдесят. И за это время мы прокопали траншею. Подвели воду к дому. Завели в дом, конечно же. Ну, а здесь выведено наружу, чтобы можно было поливать, чтобы можно было снаружи руки помыть. Понятно, что тоже все это облагородим, сделаем более удобно. Ну, пока хотя бы такой вариант. Даже он очень сильно облегчает нам жизнь здесь. Спрашивали вы, как поживает виноград посаженный возле дома. Поживает довольно неплохо, конечно. Развивается по-разному. Кто-то вот такой уже большой. А здесь, ну, ну, да, пока саженец маленький. Несмотря на то, что он сидит в самом солнечном месте. Конечно, у этих посадок пока не самое выгодное положение. Ввиду того, что здесь большие яблони, они затеняют. Но мы уже не будем убирать их в момент плодоношения. Осенью посмотрим, что-то за яму не уберутся тогда. И, конечно, еще один важный момент. Но сейчас особо не идут дожди, поэтому не критично. Нет водостока. Нет водостока. Вода попадает сюда, что не очень хорошо. То есть она может заливать. Но пока сильных дождей нет. Поэтому залить сильного тоже нет. Поэтому пока это не критично. Но в дальнейшем, по возможности, конечно, все сделаем и все организуем. Впрочем, как видите, даже в таком варианте кое-кто себя чувствует очень даже хорошо. Ну, вот уже наши виноградные посадки. Здесь достаточно большой участок. Это поле сныти. Были рекомендации, что, может быть, применить гербициды. Но дело в том, что мы засаживали быстро этот участок. Мы засаживали его виноградом. И, конечно, применять гербициды там, где растет виноград, посчитали нецелесообразным. И, в принципе, со всей травой мы боремся одним единственным способом. Мы ее скашиваем и потом что-нибудь ей мальчируем. Ну, как видите, молодежь наша тоже растет неплохо. Уже пришлось всем поставить опоры. Конечно, каждое растение развивается индивидуально. Видите, у нас тут петухи поют. Каждое растение развивается индивидуально. Кто-то меньше, кто-то больше. Но, тем не менее, все чувствуют себя достаточно неплохо. Там вот у нас нескучный островок. Это был стихийный засев укропа. И я специально его оставила для того, чтобы у меня был этот самый укроп на закатке. Потому что на грядке укроп хочет расти не так хорошо, как он растет самосевом. Вокруг виноградных кустов у нас тоже везде мульча. Везде вот эта трава, которую на месте с кашем. И я подгребаю под кустики. Где-то вот она более свежая, где-то уже практически ее не видно. Хотя тоже я и соломой мульчировала. И первое время наши виноградные лозочки были прям как в таких гнездышках. Но уже гнездышек этих не видно. Все утопталось. Наверное, частично переработалось червячками. И уже это становится не таким заметным, как было изначально. Конечно, не все такие большие, как вот этот кустик. Но, тем не менее, мы вполне довольны. Все растет достаточно хорошо. Здесь вот эта территория, она была вспахана. И были такие большие бугры. Плюс были где-то ямы от посадок. Потому что не все сразу засыпалось. Ну, постепенно подсыпаем, выравниваем. И я думаю, что в скором времени здесь уже будет такое все более-менее. Тоже пока косим, несмотря на то, что здесь растут сорняки. Мы их просто выкашиваем. Ну, это самый простой способ для нас на сегодня. Вот часть нашего импровизированного забора. Как бы по самой меньшей траектории. Пока отгородились. Здесь пока не построим уже нормальный забор. Что все-таки куры нас не беспокоили. Постепенно наводим порядки. Там возле сарая были и деревья. Там же возле сарая был склад всяких старых досок. Еще всякого хлама. Ну, вот это расчистили. Хотя, конечно, тут на самом деле еще расчищать и расчищать. Вот кто-то тут ходит в огородики, обследует, все ли хорошо. В этих сараях очень много хлама. Конечно, большую часть мы уже вывезли. Но еще много чего осталось. Все дерево пилится. Все идет на дрова. За исключением уже самого такого мусора. Который где-то сжигается просто на участке. То, что попилить на дрова и использовать не совсем удобно. Вот достался нам по наследству еще такой куст винограда. Был он достаточно большой. Заплетал вот эту вот страшную яблоню. Но не укрытый. Он весь смерз и пошел отбивать от корня. Ну, вот получилось столько хороших, сильных лоз. Причем буквально до недавнего времени это все лежало на земле. Заниматься этим было некогда. Ну, смотрите, ничего не болеет. Все здоровенькое, крепенькое. О чем это говорит теория одного куста? Я вам однажды рассказывала про это. Когда куст сидит один, когда ему особо не с кем конкурировать, когда нет никакой плотности, то кусты могут совершенно не болеть и быть здоровенькими. Но как только у них появляются соседи, тогда уже может и возникать проблема с заболеваниями. Но вот этот куст пока держится молодцом. Никто тут за ним не смотрит. Никто сильно его не обрезает, не ухаживает. Вот только что с земли подняли. Посмотрим, что дальше мы будем с ними делать. Пока что еще не решили. Вот старый ящик, который нашли в сарае. Я решила пока что использовать. Складываю траву для термофильного чая. Достаточно удобно, даже ничем не накрываю. Объем достаточно большой. И термофильные процессы будут там идти, так как им необходимо идти. Это у нас что-то наподобие бани. В первый ролик эта часть не вошла. По техническим причинам у меня там были проблемы со съемкой. Конечно, баня такая не попарится. Но, по крайней мере, ополоснуться после тяжелого рабочего дня вполне реально. Вот в ту часть видно сверху вмонтирована бочка. Бочка большая. Воды если нагреть, то дня на два вполне хватает. И такое приятное дополнение это вот эта плита. Я на ней периодически готовлю. Ставлю чугунки. И у меня какая-нибудь тушеная картошечка с мясом. В то время, когда греется водичка на помыться. Готовится и еда. Удобно, практично и экономично. Ну, а мы идем дальше. За забор. Это все еще наша территория. Я ее называю дальние рубежи. Тоже здесь очень много растет крапивы. Ну, мы ее регулярно обкашиваем. И вот, собираю я в такие копочки. Потом на тачечке увожу туда, куда я вам показывала. В первом обзоре, который я вам показывала, я рассказывала, что среди бурьяна, а здесь был бурьян с человеческий рост, мы находили что-то похожее на старые компостные кучи. Одну из этих куч я решила использовать и посадить тыквы. Тыква растения большое. На дачном участке посадить ее негде. А поскольку тыквы мы любим кушать, то вот решили посадить. Ну, и, конечно, поскольку, ну, видите, в каком состоянии забор, поскольку здесь ходили куры и все выгребали, я тоже тыквам сделала импровизированное ограждение. Еще неделю назад тыквы были там внутри. Ну, теперь тыквы решили, что им там тесно и устроили побег. Теперь они разрастаются везде вокруг. Вот это, кстати, лопухи, это девесил. И да, тыквы у меня всходили крайне плохо, я их досаживала, досаживала, но в итоге досадилась до того, что теперь вот их здесь очень-очень много. Ну, уже пусть растут как растут. Там уже висят тыковки, а на самом деле в глубине есть тыковки и побольше. Вон висит красавица. Тыквы я специально садила мелкие порционные, чтобы их удобно было кушать. Ну, и, конечно, глядя на то, как тыквы пытаются совершить побег, а вход в городик был с той стороны, но там они уже заплели все так, что зайти невозможно. Тыквы сказали, мы тебя сюда не пустим. Я им решила дать свободу и разрезать ограждение с другой стороны. А в таком состоянии уже никакие куры им не страшны. Но еще, кроме тыкв, здесь сидят дыни и арбузы. Тыквы сидели вот на той стороне, на той половине, а дыни с арбузами были посажены на этой. Ну, повторюсь, я тыквы садила, в общем-то, первый раз и не думала, что они так пойдут в рост. Они тут заплели все на свете. Тем не менее, вот здесь у нас лежит полосатый друг. Один и второй. Дыни я пока не обнаружила, но, впрочем, садила я все это так, на вырастет, не вырастет. Если не вырастет, я особо не расстроюсь. Но если вырастет, и я среди этой кучи найду еще дыньки и арбузики, то, конечно, будет очень приятно. Но на эту территорию куры заходят достаточно свободно. И видите, как они тут все выгребли. Но, с другой стороны, вот здесь, поскольку пока никаких посадок нет, здесь только трава и бурьян, пусть себе грибут меньше косить нам будет. На этой территории я засевала люпин, чтобы как-то немножко приглушить эти сорняки. Но с люпином, к сожалению, мой эксперимент не удался. Почему не удался? На самом деле, после высева пошел дождь, люпин стал замечательно расти. Ну, часть выгребли куры, ну, а часть опередила немножко крапива. Ну, а потом, после украшения, конечно, уже люпин не так стал расти. Точнее, пропал, я уже не наблюдаю следов. Ну, остальные, там, крапива, лопушки, все это растет. Вот. Поэтому теперь мы просто все это скашиваем. Ну, при этом имеем зеленую массу, которую, напомню, используем на огороде. Ну, вообще, с этого места потрясающий вид. Вот там запад, там садится солнце. И вечером здесь очень красиво. Возвращаемся к дому мы через парк. Здесь мы высадили дубок. История этого дуба очень интересная. Он на дачном участке у нас вырос прямо под голубиками. Перебивает меня петух. Конечно, под голубиками он очень сильно мешал. Но, тем не менее, пару лет рос. И когда появилась возможность, вот переехал сюда. Здесь как раз такая дорожка. Я думаю, что он пойдет хорошо расти. И будет нас радовать своей красотой. Ну, к сожалению, вот там какая-то импровизированная мусорка. Которую своими силами убрать просто нереально. Потому что там бетонные какие-то сооружения. Ну, очень жаль, когда красивые места засоряются вот таким вот мусором. Сейчас парк скошен. Иногда немножко обкашиваем его мы. Но иногда приходят рабочие, наверное, ЖКХ. И все это скашивают. А мы забираем траву. И я спросила, говорю, можно ли забирать эту траву. Они говорят, конечно, вам даже скажут спасибо. Поэтому, когда все это обкашивается, я выхожу через калиточку с тачкой. И все это забираю себе на огород. У нас тут получается целая березовая аллея. Но, к сожалению, в этом есть ложка дегтя. Смотрите, сейчас мы подойдем к этой березке. Не знаю, что у людей должно быть в головах, чтобы так поступать. Смотрите, я замазывала вот это дерево недели, наверное, три назад. Глина в смеси с медью. Чтобы немножко как-то закрыть эти раны. Потому что раны глубокие и видите влажность. Дождей не было достаточно давно. Но, тем не менее, до сих пор конец июля, до сих пор это рано подтекает. Ну, это очень печально. Потому что, как говорится, ну, хочешь ты сока попить, ну, попей, ну, зачем так издеваться над деревом? Ведь ты захочешь это сделать сегодня, завтра, там, послезавтра, через год и через два. А такое вот варварское потребительское отношение к природе, ну, я его не понимаю. Вот еще одна березка здесь у меня получилось замазать чуть лучше, но тоже видите, вот оно влажное. Несмотря на то, что уже и время такое, и замазывалось тоже все достаточно давно. Вот такое наше небольшое хозяйство. Конечно, работы здесь еще очень-очень много. Но некоторые наши труды уже приносят определенные результаты. Плюс вот вся эта красота вокруг все это вдохновляет. Поэтому собираемся с новыми силами, работаем дальше, ну, и будем делиться с вами нашими успехами. Да, я еще в первом ролике обещала показать наши погреба, наши подвалы. Обязательно покажу, но чуть-чуть попозже. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!